Курс общего оздоровления и исполнения ответных привычек От каких, кто ленится, в первую очередь надо избавиться от лени, кто раздражается от раздражительности, кто курит от табака, кто не дай бог пьет от алкоголя Вообще этот метод универсальный и позволяет человеку не только самому восстановить и здоровье, и зрение, но и избавиться от очень много глупостей в голове, которая ему мешает жить В частности, я свою младшую дочку по этому методу очень успешно избавил от страха перед экзаменами И после этого она их уже сдавала просто так, безо всяких волнений на пятерки Фамилия моя Жданов, зовут Владимир Георгиевич Я профессор Международной Славянской Академии Всю жизнь прошу проработал в Новосибирском Академии в городке Но вот уже 8 лет живу в Москве, заведую кафедрой практической психологии и психоанализа Наша кафедра разрабатывает методики помощи людям, немедицинскими методами восстановления психического, душевного, духовного здоровья Ну а как следствие этого идет и улучшение и восстановление здоровья физического, в том числе восстановление зрения Оказывается, любой человек, который носит очки, может их снять с помощью простых специальных упражнений, восстановить зрение и начать видеть из очков, так же как в очках, запятая и даже лучше, и даже лучше, чем он видел в очках Это возможно, это доступно, вот об этом сегодня у нас с вами и пойдет речь Я вас назвал таким старым, добрым, русским словом «соратники», потому что уверен, что за многими мы действительно станем соратниками в той нелегкой и трудной борьбе Борьбе за восстановление своего здоровья зрения, борьбе за восстановление здоровья зрения наших детей, родных, близких Ну а по большому счету борьбе за оздоровление наших, к сожалению, больных стран Сегодня я вам расскажу, как устроен человеческий глаз, почему у людей портится зрение, почему очень вряд ли носить очки, почему плохое зрение имеет опасность, чем это, в конце концов, может обернуться И самое главное, покажу очень простой и доступный комплекс упражнений для глаз, который позволяет человеку самоум безо всяких вмешательств восстановить свое зрение Для начала совсем немного теории Иначе непонятно, как такое в принципе может быть, и почему мы о том с вами так мало знаем Более 200 лет тому назад немецкий физик, физиолог Герман Герри Гольц Это очень большая научная величина Средневековья Он высказал предположение о работе человеческого глаза Я подчеркиваю, Герри Гольц не сформулировал теорию зрения Он высказал предположение, как с его точки зрения может работать человеческий глаз Что же предположил Герри Гольц? Он предположил, что глаз у человека имеет форму шара В передней части находится хрусталик, двояковый пуклая вензочка А вокруг хрусталика находится так называемая круговая целярная мышца Так как же глаз видит по Герри Гольцу? Когда целярная мышца расслаблена, хрусталик плоский, фокус оказывается на сетчатке И так вот глаз с плоским хрусталиком прекрасно видит вдаль Потому что четкое изображение далеких предметов по законам геометрической оптики Строится в районе фокуса оптической системы В данном случае четкое изображение далекого предмета будет точно на сетчатке вашего глаза Но вот человеку надо увидеть вблизи, прочитать газеты Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы И Герри Гольц предположил, что для того, чтобы увидеть вблизи Человек со всех сторон напрягает целярную мышцу, сжимает свой хрусталик Хрусталик делается более выпуклым, меняет свою кривизну Фокус на расстоянии выпуклого хрусталика уменьшается Фокус уходит внутрь глаза И такой глаз выпуклым хрусталиком прекрасно видит вблизи Потому что четкое изображение близких предметов по законам той же геометрической оптики Строится за фокусом оптической системы В данном случае четкое изображение другого предмета будет снова на сетчатке вашего глаза И так надо человеку увидеть вдаль, он моргает, расслабляет целярную мышцу У него хрусталик плоский, он видит вдаль Надо увидеть вблизи, напрягает мышцу, хрусталик выпуклый, он видит вблизи Что такое близорукость в Боге Льготь? У некоторых людей Льготь, так правда и не объяснил почему, но он считал Напрягается целярная мышца, сжимает хрусталик Хрусталик делается выпуклым, а назад эта мышца не расслабляется Таких людей с выпуклым хрусталиком он назвал близорукими Они вблизи видят хорошо, а вдаль они не видят Потому что четкое изображение далеких предметов строится в районе фокуса оптической системы У близоруких четкое изображение внутри глаза А на сетчатке у них уже какое-то неясное, размазанное, размытое пятно И тогда он предложил компенсировать близорукость с помощью двояко вогнутой, отрицательной, минусовой очковой линзы А фокус на расстание системы, вогнутая линза плюс выпуклый хрусталик увеличивается С помощью очков фокус возвращается на сетчатку глаза И близорукие люди в минусовых очках прекрасно видят в талии И вот с тех пор, 200 с лишним лет, все классные врачи мира близоруким людям Подбирают плюсовые очки и рекомендуют их для постоянной носки У кого из вас близорукость? Поднимите руки, пожалуйста Вот ваша беда и ваши проблемы Что такое дальнозоркость? Попер-любойцы У многих людей, считал-любойцы, возрастом ослабевает работа целиарной мышцы В результате у них хрусталик плоский Фокус находится на сетчатке И классические дальнозоркие люди прекрасно видят в талии Но вот надо увидеть вблизи, прочитать газеты Чтобы увидеть вблизи, надо сжать хрусталик, сделать его выпуклым А силы мышцы сжать хрусталик не хватает И человек смотрит в книгу Ну а видит, если уж не фигу, то уж четкое изображение букв У него строится за фокусом антической системы У дальнозорких все-таки изображение где-то ближе к затылку А на сетчатке у них неясное, размазанное, размытое дно И тогда он предложил компенсировать дальнозоркость с помощью двояка Выпуклой, плюсовой очковой лицы А фокусное расстояние системы Выпуклая лица плюс плоский хрусталик Уменьшается, с помощью очков фокус Заводится внутри глаза И дальнозоркие люди в плюсовых очках прекрасно видят вблизи И вот с тех пор, 200 с лишним лет, все глазные врачи мира Дальнозорким людям подбирают плюсовые очки Рекомендуют их для чтения и для работы вблизи У кого из вас дальнозоркость? Поднимите руки, пожалуйста У меня тоже была дальнозоркость Ну, казалось бы, все, заподня, от очков никуда не денешься Но на наше счастье жил на свете замечательный американский ученый Профессор офтальмолог Уильям Бейтс Бейтс был очень честным человеком После окончания мединститута он 5 лет проработал глазным врачом И пришел в ужас и отчаяние от результатов своей работы Все до единого пациента, которым Бейтс прописал очки У всех до единого зрения от очков ухудшилось Ни одному его пациенту очки зрения не вернули И он задался вопросом, ну как же так? Он же глазной врач, он же людям глаза должен лечить А он им очки прописывает А у них от очков зрения все хуже и хуже Спустя 2-3-4 года приходят, требуют новые, более толстые, более сильные очки И второе, на что обратил внимание Бейтс Это то, что некоторые его пациенты в этом уезжали в деревню, в горы, на воду Там случайно теряли или разбивали очки А он жил в 19 веке, очки стоили очень дорого И человек с плохим зрением вынужден был месяц-два обходиться вообще без очков Когда они возвращались к нему с отдыха, приходили к нему за очками Он у них по таблице проверял зрение и с удивлением отмечал, что у многих Из-за того, что они ходили без очков, зрение глаз начинало восстанавливаться Бейтс 30 лет изучал работу человеческого глаза Он разработал и изготовил уникальный для своего времени прибор, который назвал ретиноскоп С помощью ретиноскопа с расстояния до 2 метров бесконтактно он мог определять параметры глаза И он смотрел, как меняется зрение у близоруких людей, у дальнозорных, у детей во время игры, у спортсменов И вот 30 лет изучая работу глаза, Бейтс пришел к окончательному выводу Что теория зрения Германа Кельмгольца не верна вообще И изображение в человеческом глазу строится не так, как это предположил Германа Кельмгольц За счет работы целярной мышцы и изменения гривисты хрусталика А изображение в человеческом глазу строится точно так же, как оно строится в обыкновенном простейшем фотоаппарате За счет изменения длины самого глаза И здесь основную работу в процессе аккомодации, то есть наведения глаза на резкость Играют 6 глазодвигательных мышц У каждого человека в каждом глазу находится по 6 глазодвигательных мышц Это верхняя продольная, которая глаз поднимает вверх Это нижняя продольная, которая глаз опускает вниз Внутренняя, боковая продольная, которая глаз сводит к носу Наружная, боковая продольная, которая глаз уводит в сторону И две очень важные, так называемые поперечные мышцы глаза Верхняя поперечная, которая глаз вот так полукругом облегает вверх И нижняя поперечная, которая глаз полукругом облегает снизу Так как же человек видит на самом деле? Когда все 6 глазодвигательных мышц полностью расслаблены Глаз действительно за счет избыточного внутреннего давления Принимает форму шара Фокус оказывается на сетчатке И такой расслабленный глаз прекрасно видит вдаль Но вот надо увидеть вблизи, почитать газеты Чтобы увидеть вблизи, надо изменить параметры этой оптической системы И оказывается, для того, чтобы увидеть вблизи, человек на самом деле делает следующее Он еще больше расслабляет продольные мышцы И одновременно напрягает верхнюю и нижнюю поперечные Он сверху и снизу-встречно сжимает свой глаз А глаз этого человека жидкий За счет этого сжатия он подается, вытягивается огурчиком вперед Как объектив у фотоаппарата Фокус уходит внутрь глаза И такой вытянутый вперед глаз прекрасно видит вблизи Надо человеку опять увидеть, далее он моргает Расслабляет поперечные мышцы, продольными глаз подтягивает Глаз принимает форму шара, и он снова прекрасно видит вдаль Что такое близорукость по бейцу? У некоторых людей и бейц нашел причину Это, как правило, физические, психические, зрительные напряжения Или напряжения, некоторые травмы У некоторых людей напрягаются поперечные мышцы, сжимают глаз Глаз вытягивается вперед, а назад эти мышцы не расслабляются Таких людей с вытянутыми вперед глазами бейц назвал близорукостью Но типичный пример появления близорукости у детей Ребенок пять уроков отсидел в школе Он смотрел в книгу, в тетрадь У него были напряжены поперечные мышцы, вытянутые вперед глазки Вернулся со школы домой, опять за уроки Опять напряжены мышцы, опять вытянутые вперед глазки А в это время сзади еще и папаша с ремнем ходит и воспитывает Учи-учи, проверять будем счастлив И у ребенка от этого питенного зрительного напряжения От этого стресса, страха Поперечные мышцы глаз зажимаются и назад не расслабляются И родители вдруг замечают, что ребенок вблизи-то видит хорошо А вдаль-то он не видит Он начинает щуриться, жмуриться, чего-то не узнавать А не ведут у этого несчастного ребенка глазному врачу Тот ему с пяти метров показывает проверочную таблицу А вот только верхние буквы ШБ едет Все ясно, у вашего ребенка близорукость И ребенку вешают на нос первые в жизни минусовые очки Но как только близорукому человеку повесят на нос вот эти очки Будьте уверены, вот эти поперечные мышцы сами собой теперь уже никогда не расслабятся Им очки не дадут расслабиться Потому что если они вдруг начнут расслабляться, он под очками видеть будет хуже Более того, при каких-то новых зрительных нагрузках, переживаниях, стрессах Эти мышцы могут зажиматься все сильнее и сильнее Глаз вытягиваться вперед все сильнее и сильнее И начинается чехарда с очками Минус полтора, минус два, минус три, минус пять, минус восемь У меня в Сыктывкаре на первом ряду сидела женщина из общества слепых Минус двадцать четыре Вот такие толстенные дверзлойные очки Начинала она с минус полтора И каждый год и набрасывали, и набрасывали вот эти самые диопты Так что же предлагает пейс для близоруков? Он предлагает простую и понятную схему Естественного восстановления зрения при близорукости А именно, максимально возможно отказаться от очков Либо временно хотя бы заменить их на более слабые И с помощью простых специальных упражнений Я вам сегодня некоторые покажу Вот эти напряженные и поперечные мышцы надо расслабить А с помощью других таких же простых упражнений Тоже вам сегодня некоторые покажу Вот эти ослабленные и продольные надо взять и натренировать И зрение у близорукового человека восстановится Вообще очки наносят двойной колоссальный вред нашим глазам Первый вред, который наносят очки в голову Попросите, можно вас? Первый вред, который наносят очки Они не дают работать поперечным мышцам глаз Они работают вместо них Близоруковому человеку, чтобы увидеть деталь Надо расслабить поперечные мышцы А ему очки минус два О, он все прекрасно видит Не надо даже пытаться расслаблять эти мышцы Но второй вред, который наносят очки Не меньше, а к сожалению намного больше Это то, что очки у человека Обездвиживают глаза Человек, который не носит очки Он постоянно двигает глазами Вверх, вниз, справа, влево У него постоянно работают продольные мышцы Которые глаз туда-сюда поворачивают Эти мышцы прекрасно развиты Великолепно в тонусе В работоспособном состоянии Стоит только нацепить на глаза очки И человек уже начинает крутить не глазами, а шеей А что, кто, где, чего И у него глаза в глазницах неподвижны А раз глаза в глазницах неподвижны То продольные мышцы глаз у него не работают А у человека те группы мышц, которые не работают Они очень быстро детренируются Начинают прятать, деградировать И могут даже атрофировать совсем Что такое мельнозоркость? Побейцы У многих людей с возрастом Ввиду отсутствия тренировки Ослабевает работа поперечных мышц глаз Как правило, в 40-45 годам Начинают ослабевать поперечные мышцы А вот годам в 45-50 Начинают довольно сильно зашлаковываться Напрягаться продольные мышцы Вот я жирно верхний и нижний рисую В результате глаз еще пока имеет форму шара Фокус находится на сетчатке И классический дозор, где люди прекрасно видят вдаль Но вот надо увидеть вблизи Почитать газеты Чтобы увидеть вблизи, надо сжать глаз Вытянуть его вперед А вот эти напряженные продольные мышцы Глаз держат вперед не пускай А у поперечных силы не хватает глаз продавить Чтобы он вытянулся вперед Но если дальнозоркому человеку В этот момент повесить на нос плюсовые очки То будьте уверены Поперечные мышцы глаз У него перестанут работать вообще Потому что дальнозоркому человеку в плюсовых очках Поперечные мышцы глаз не нужны в принципе Вместо них ровно на 100% работает вот эта стекляшка Так что же Бенц предлагает для дальнозорких? Он предлагает простую и понятную схему Естественного восстановления зрения При дальнозоркости А именно Максимально возможно отказаться от очков Либо временно хотя бы заменить их на более слабые И с помощью простых специальных упражнений Напряженные продольные мышцы надо расслабить А с помощью других таких же простых упражнений Вот эти ослабленные поперечные надо взять и натренировать И глаз у человека снова начнет работать Как хорошо смазанный фотоаппарат Сжиматься, вытягиваться вперед, видеть вблизи Возвращаться назад, делаться круглым шариком И прекрасно видеть вдаль Третье расстройство зрения Которое исправляется по методу Бейцев Называется косоглазие Причина косоглазия очень проста Как правило у детей в результате испуга или травмы В момент испуга напрягается какая-то продольная мышца глаза Ну например напрягается внутренняя продольная мышца правого глаза А наружная в этот момент растягивается и ослабевает В результате левый глаз прямо, правый косит вам внутрь Что предлагает ортодоксальная медицина Простой будет операцию Эту мышцу подтянуть, подтянуть Эту разрезатель стянуть И механически повернуть глаз на место Бейц был категорически противник Любых операций на мышцах глаза И он предложил простую и понятную схему Естественного устранения косоглазия А именно С помощью простых упражнений Вот эту внутреннюю напряженную мышцу надо расслабить А с помощью других таких же простых упражнений Вот эту ослабленную наружную надо взять и потренировать И мышцы сами поставят вас на место У меня за эти 19 лет, что я профессионально занимаюсь восстановлением зрения Огромный опыт помощи взрослым косоглазым людям И вы знаете, когда взрослый человек где-то на 5, 6, 7 день Вдруг уходит косоглазие Ну, у женщин это истерика Это просто истерика Вот у меня в Омске пришла на консультацию женщина 36 лет Мощное косоглазие правого глаза внутреннее Владимир Георгиевич, возьмите на курсию Я говорю, возьму, а в чем дело Было две операции, не помогло Какие? С детства глаз косил внутрь Сделали операцию и перетянули И он начал говорить, вот так вот безобразно косить Согласилась на вторую И опять не угадали, перетянули внутрь Я, говорит, уже на третью операцию не согласилась Я говорю, ну что, жалко, что были операции Резаные мучшие и труднее восстанавливать, чем нерезанные Но у меня, говорю, люди после операции убирали косоглазие Правда, правда Вы знаете, она работала просто сама за пеной И на 6 день занятий после специальных упражнений для косоглазия Она сидела на втором ряду Я смотрю, обо глаза наконец у нее встали тряк Я ей говорю, вы в зеркальце посмотрите Она достала зеркало, вы знаете, с минуты вот так на себя смотрела И стон у нее из груди пошел Истерика началась 36 лет, комплекс косого глаза Замуж ни разу не вышло Две операции не помогло Оказывается, это так просто Напряженную мышцу расслабить, слабую Натренировать, мышцы берут и ставят глаз на место Особенно быстро восстанавливается зрение у детей Дело в том, что у детей глазки растут Мышцы у них не зашлакованные Как только родители начинают с детьми по этой программе работать Вот прямо днями видно, что ребенок видит все лучше, лучше и лучше Я на курсы детей маленьких не беру на свои Мы берем старшеклассников вместе с родителями Они работают как взрослые А если в семье есть проблемы у ребенка со зрением Я всегда говорю кому-то из родителей Вы придите, освоите этот метод Дома сами занимайтесь со своим ребенком Поверьте, никому кроме вас и вашего ребенка Зрение вашего ребенка не нужно Если вы не восстановите, не восстановит никто Приводят, конечно, много детей на консультацию Я вот уже последние 15 лет все время постоянно работаю в Москве Примерно раз в месяц провожу эти курсы Со всего мира люди приезжают Привозят, в том числе детей приводят и привозят на консультацию Вот как-то приводят очередного мальчика Перед школой, как зовут? Петя Шустрый мальчик, но правый глаз у него так закрутило внутрь Что аж уперся туда Мамаша чуть не плачет Владимир Георгиевич, врачи срочно настаивают на операции А я боюсь, я говорю, правильно делаете, что боитесь И не надо ему делать никаких операций И говорю ей мамашу, вы ее сзади подержите за головку Чтобы он головкой туда-сюда не крутил Она его держит за головку Я достаю, у меня есть специальная игрушка такая красивая Я достаю эту игрушку И начинаю уедеть, и перед носом ее в один Туда-сюда, туда-сюда Он начинает следить за ней глазами Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда Вытянул косой глазку у него Подержал-подержал, мышца подхватила наружная Подержал-подержал-подержал Тихонько-тихонько-тихонько встал прямо Оба глаза встали прямо Я мамашу говорю, посмотрите Она как глянула, как давай перечитайте Ой, опять, петенька со страхом Оба глаза к носу слева Я говорю, вы зачем ребенка своего пугаете? Вы его не пугаете, вы с ним занимаетесь Вы вот эту мышцу расслабляете Вот эту мышцу ему тренируете Мышцы сами поставят вас на место без всяких операций И четвертое расстройство зрения Которое исправляется по методу Бейца Кстати, исправляется только по методу Бейца Называется астигматизм В переводе на нормальный русский язык Это искажение изображения Это то расстройство зрения Перед которым расписалась бессилие очковая медицина С помощью очков можно компенсировать Редкий случай цилиндрического астигматизма Когда очень сложные и очень дорогие цилиндрические очки Так перед глазами крутят И когда ось не совпадают Глаз действительно видит лучше Бейц доказал, что причина астигматизма Все та же неправильная работа Шести глазозапилительных мышц Мышцы у человека напряжены И напряжены по-разному И с разной силой, с разных сторон давят на наш глаз А глазка у человека жидкая И за счет разного давления с разных сторон Глаз теряет свою симметричную форму В нем нарушается симметричный ход оптических лучей Изображение начинает расплываться, размываться, двориться, троиться Блик появляется Иногда одно изображение на другое со сблигом накладывается Все это явление, которое называется одним словом астигматизм Но чтобы было более понятно, что такое астигматизм Представьте, я возьму детский воздушный шарик Одновременно сверху из боков сильно-сильно сожду Он у меня вниз выдуется крыжа Вот примерно то же самое делают напряженные мышцы и с нашими глазами Ну например, пусть будут напряжены верхние и боковые мышцы А нижние ослаблены Тогда вас примет вот такую заведомо неправильную и симметричную форму Понятно, что в таком несимметричном глазу Вы никогда хорошего изображения в такой оптической системе не получите Когда же человек по методу бейется, расслабляя все мышцы глаз Глаз за счет избыточного внутреннего давления восстанавливает свою симметричную шарообразную форму Ну как мячик надутый Восстанавливается симметричный ход лучей И астигматизм у человека работает Но за эти 19 лет, что я профессионально занимаюсь восстановлением зрения У меня огромный опыт помощи взрослым астигматикам Кстати, мы обнаружили, что почти все люди, которые носят очки Они помимо близорукости и переназоркости, все еще являются астигматиками Просто и врачи об этом не говорят, они его лечить не умеют Но то, что не удается подобрать очки Чтоб человек снова надежно с 5 метров видел десятую строчку Это и говорит о том, что глаз искажен И никакими очками это искажение компенсировать не удается Лет 17 назад мне впервые посчастливилось отдыхать в Сочи И там меня на пляже узнали мои слушатели из города Кюмени Владимир Юрьевич, это вы? Я, ой, как здорово! Очки сняли, зрение восстановили Куча восторгов, благодарностей На третий день они уже осмелели и говорят Мы про вас рассказали в санатории А нам никто не верит, что мы с вами с помощью упражнений зрение восстановили А интерес большой, очкариков много Может придете вечером, расскажете? Я говорю, да делать нечего Конечно, приду, расскажу Пришел, рассказал, всем понравилось Меня во второй, в третий санаторий пригласили В четвертый санаторий прихожу, уже с женщины сидит Вы профессор ждал? Да, я Она говорит, вы знаете, вот у меня всю жизнь плохое зрение И мне всю жизнь не могут подобрать очки Это, кстати, первый признак сильного астигматизма Очки не могут подобрать Я у нее спрашиваю А вы, муху, на проверочной таблице путаете? На проверочной таблице Это второй признак астигматизма Ой, путаю, путаю Я говорю, ну вот у вас астигматизм Во-во-во И врачи говорят астигматизм А лечить не лечат Я говорю, давайте так Я сейчас народ соберется Покажу упражнение на расслабление Мы расслабим все мышцы глаз А потом возьмете и пальчиком Через веко поприжимаем глазное яблоко И найдем ту точку, куда у вас глаз максимально неформирован Кстати, вот эта точка, куда глаз максимально неформирован Называется астигматическая точка глаза Если ее на глазу найти На нее вот так через веко надавить Сразу улучшается симметрия И сразу в этом глазу у человека резко улучшается зрение Она сидела на втором ряду Видела со второго ряда вторую строчку Видела со второго ряда вторую строчку Сделали упражнение, я говорю, давайте найдем астигматические точки В одном, в другом она в третьем месте на глаз кажала Аж скрипнула Она увидела аж шестую Вот прямо на четыре строчки вниз Она говорит, я так четко этим глазом Вообще никогда в жизни ничего не видел Я говорю, ну вот у вас астигматизм Так и что? Она говорит, мне теперь так всю жизнь Хотите пальцем на глаз давить, да на мир смотреть? Говорю, нет Хотите пальцем на глаз давить не надо Вы просто знаете, что зрение у вас в глазах есть Если вы начнете заниматься по этой методике То как минимум шестую строчку вы будете видеть А будете заниматься дальше, сможете увидеть и восьмую, и десятую Кстати, человек восстановить свое зрение, развить свое зрение Способен абсолютно в любом возрасте Вот у меня до 45 лет, дважды в год в лучших клиниках Новосибирского академгородка проверяли зрение Мы работали с лазером и было положено раз в полгода проверять зрение И всегда у меня вдаль правый и левый глаз 100%, правый и левый вдаль 100% Я в 45 лет начал себя избавлять от дальнозоркости, плюс 2 Начал делать упражнения, снял очки, восстановил зрение Но в результате упражнений у меня вдруг резко развелось средний этап Правый глаз вдаль начал видеть 200%, а левый 150% Что значит 200%? Я вот эту десятую строчку не с 5, а с 10 метров правым глазом все буквы называл Левым с 7 метров Ну левый травмирован детский был Вот за счет этой травмы никак не мог я его дотянуть до двух слов В городе Санкт-Петербурге жил величайший человек 20 века Академик, хирург Федор Григорьевич Гуров Он, кстати, знаменит не только тем, что за свою долгую жизнь Он не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни одной рюкки А он знаменит тем, что в возрасте 100 лет Он делал самые сложнейшие операции в своей клинике Он занесен в книгу рекордов Гиннеса Как единственный на планете земля хирург У которого хирургический стаж более 75 лет Он 78 лет оперировал людей Так вот Углову в 41 год выцепили очки плюс полтора А в 45 лет плюс два с половиной И ровно 50 лет своей жизни он читал, писал, делал операции в очках плюс два с половиной Когда ему было 95 лет Президент Белоруссии Лукашенко организовал в Минске республиканскую конференцию С таким любопытным названием Трезвый образ жизни, стратегия будущего республики Белоруссия На эту конференцию пригласил Углова из Санкт-Петербурга и меня из Новосибирска Мы по днём участвовали в работе конференции А вечерами я проводил показательный курс восстановления зрения Но я своих белорусских коллег обучал этой методике А жили с Угловым в одном номере Я вечером портфель под вышку Вы куда? Я говорю А зрения людям восстанавливают Так я же в очках Я говорю Так пойдёмте, всё, добедуешь Он всего 4 вечера отходил Я ему ещё кое-какие упражнения в гостинице показал Он за 3 недели снял очки плюс два с половиной И последние 9 лет он читал, писал, делал операции Водил машину безо всяких совершенно очков Если подытожить всё, что я вам сейчас рассказал Американский профессор-автомолог Уильям Бейтс В 1901 году, 112 лет тому назад Опубликовал научную работу Который доказал, что все 4 расстройства зрения Близорукость, дальнозоркость, косоглазие и астинматизм Связаны у человека с неправильной работой Шести глазопереденных мышц Какие-то мышцы чрезмерно напряжены А какие-то чрезмерно ослаблены В результате у одних возникает безорубкость У других дальнозоркость У третьих косоглазие И почти у всех возникает астинматизм Более того, Бейтс разработал систему упражнений Которая позволяет напряжённые мышцы расслабить Слабо и натренировать И зрение у человека восстановить Основной этих упражнений он позаимствован У североамериканских индейцев Оказывается, у индейцев была разработана Многотысячелетняя культура Развитие сохранения зрения У мальчиков, юношей, мужчин, убойных И Бейтс подсмотрел Индейцы постоянно делают какие-то упражнения с глазами Он в них судя этих упражнений Как профессор-офтальмолог понял их на значение И разработал свой метод Метод Убейтса вы недавно отпраздновали 110 лет Встаёт законный вопрос Почему мы-то с вами об этом так мало знаем Вот некоторые наивные люди в Москве мне говорят Владимир Георгиевич, ну почему бы вам Вот таким простым, понятным русским языком В программе бездорожья Да и не рассказать вот на Первом канал Об этом деле Да и не показать бы все эти упражнения Под этим, как ни странно, есть три очень детские причины Первая причина, как всегда, это деньги Ежегодная чистая прибыль от продажи очков Контактных лиц и операций на глазах В мире превышает 50 миллиардов долларов Вот эти 50 миллиардов долларов в 110 лет Не дают возможности научной истины Пробиться к потребителю Который от незнания этой истины настолько страдает Что многие даже и следуют Вот эту лекцию о глазах Которой нет, ну никакой политики Кроме упоминаний про президента Лукашенко Которого почему-то ненавидят эти наши демократы И упоминания об Академике Углове С его борьбой за трезвость Мне за вот эти вот 2-19 лет Не дают возможности прочитать по телевизору Ни в одном регионе нашей страны Единственный регион в Кеверах Аман Дулеев, губернатор Буквально за рукав меня привел на телецентр И сказал, вот этому человеку дайте час Пусть людям расскажет, как зрение восстановить А у него кто-то из родственников Ходил на занятия, напел там восторгов Я провел часовую телепередачу Ее почему-то назвали «Шаг за горизонт» Ну за горизонт, так за горизонт По просьбе трудящихся эту передачу 4 раза повторяли Многие дома записали ее на видеомагнитофоны Помните еще такие толстые были кассеты Люди поснимали очки, повосстанавливали зрение Я более 100 благодарственных писем получил из Кемеровской области По следам вот этой часовой телепередачи Кстати, она была признана лучшей телепередачей в Кемеровской телевидении за 96-й год Больше нигде пробиться на телевидении не удается Люди, которые обеспечивают народ очками, операциями Крайне не заинтересованы в том, особенно в нынешних условиях Чтобы люди знали истину в этом вопросе Вторая причина, тоже банальная Это косность нашей медицины 110 лет известна точнейшая теория зрения класса бейца По которой людям снимают очки и восстанавливают зрение До сегодняшнего дня во всех медицинских институтах России Студенты почему-то изучают только теорию зрения Германа Генгольца Согласно которой, при первом же расстройстве зрения Обязательно на глаза лежат очки И, как говорится, работают потом всю жизнь на эту оптическую промышленность Пока не ослепят Наш самый главный институт глазных болезней в Москве Знаете, чьи я носил? Вечного кормильца Германа Генгольца И третья причина, тоже банальная Для того, чтобы человеку самому восстановить зрение Ему надо над собой поработать Надо поработать Надо правильно подпитаться Надо почистить организм от шлаков Почистить глаза, мышцы глаз от шлаков Вернуть эти мышцы в первородную эластичность, работоспособность Надо, в конце концов, поделать эти упражнения А это, как выясняется, для многих людей просто неприемлемо Оказывается, проще ходить по врачам Ныть, чтобы тебе новые глаза поставили Вот лишь бы самому при этом ничего не делали Вот эти три причины, я считаю, серьезно сдерживают внедрение метода Несколько слов о болезнях глаз Запомните и всем расскажите Близорукость, дальнозоркость, косоглазие, астигматизм Это не больные глаза Это расстройство зрения Это неправильная работа шести глазных мышц Мы с вами не назовем человека больным У которого левая рука слабее правой Он что, больной? Нет, он не больной У него левая рука слабее правой Но это же может взять и накачать левую руку И сделать такую же сильную, как правая Точно так же и с глазами А вот, скажем, глоукома, катаракта, дистрофия сетчатки, макулодистрофия Атрофия зрительного нерва А вот это уже болезнь Как ни странно, одна из самых основных причин заболеваний глаз Это застойные явления в глазах У человека глаза подпитываются кровью, в том числе через глазные мышцы Если мышцы хорошо раздевают, они подпитывают глаз кровью Постоянно его массируют, сжимают, разжимают В глазах нормальный обмен веществ И глаза у человека здоровые Стоит только нарушиться работе мышц Перочек из-за очков, которые прописаны Сразу ухудшается кровоснабжение И начинается застой давления Засоряются выводные канадцы Повышается давление Вот вам, пожалуйста, болезнь под названием глоукома Шлаки начинают высаживаться на крустали Внутри эстекловидного тела Вот вам, пожалуйста, и катаракта И когда ко мне на консультацию приходит очередная бабушка И говорит, доктор, врач сказала Начальная катаракта, жди, пока созрит Меня от этих слов колотить начинает Жди, бабушка, пока ослепнешь Ослепнешь, тогда и приходи Будем решать вопрос об очень опасной И очень дорогостоящей на сегодняшний день операции на глазах 90% людей, у которых начальные заболевания глаз Прекрасно помогает гимнастика профессора Начинает человек делать упражнения Восстанавливает работу мышц Восстанавливает кровоснабжение глаза И эти застойные явления рассасываются сами собой Оказывается, организм человека способен к регенерации органов К восстановлению органов Способен Вот вам, хулиганы, не дай бог На машине гвоздем черту прочать Что будет? Ничего не делай, проржавеет и будет дырка А пальчик порезал, да ты создай условия Через месяц я уже следа порезания не найду Точно так же и в глазах Создай нормальные условия кровоснабжения И все эти застойные явления рассосутся сами собой У меня за эти 19 лет огромный опыт помощи людям Которых врачи приговорили к операциям И даже к полной слепоте Но самый яркий пример, к сожалению, произошел с моей родной мамой У меня мама инвалид первой группы по диабетам И я когда, 15 лет назад, первый раз уехал в Москву на месяц командировки Сразу после его отъезда у нее началась взрывная катарабка В течение недели вдруг перестала читать, видеть телевизор, узнавать ровно Вызвали врача А ее как только увидела, ну что вы хотите Восьмой десяток, диабет Это слепота, медицина, бессильные операции делать нельзя Вот на эти капни капайте, но все это бесполезно Будете жить со сведением человека Я возвращаюсь из Москвы, мама не видит Я говорю, мам, тебе эти капни помогают? Нет, мусора проводят И говорю ей, перед каждым приемом пищи Пей и капай прополис И делай простейшую гимнастику для мяса А почему перед едой? У человека перед едой кровь голодная А голодная кровь обладает важным физиологическим свойством Она из клеток и из органов на себя шлаки забирает На этом, кстати, основан принцип лечебного голодания У меня мама очень обязательный человек Перед каждым приемом пищи Пила капала прополис Прежде чем молитву, отче наш читать Делаю эту гимнастику для глаз Она через неделю снова всех нас узнавала Еще неделя-то я прошла Смотря на уже и телевизор поглядывает Она даже читать смогла Правда, читать она так и не стала Пугалка Всю жизнь нагрузка на глаза огромная Но зрение-то вернулось Хотя врач написал Слепота неизбежна и никаких разговоров Поэтому, если у кого-то из вас В родных и близких Начальные, даже не начальные Из-за болевания глаз Обязательно ищите подобные курсы Для многих людей это реальная возможность Избежать очень серьезных Наслаждений в своей жизни Как выяснилось, у нас никто не знает И даже не пропагандирует Начальную стадию катараппы Вот когда вы по утрам открываете Глаза, смотрите на белый потолок А перед глазами какие-то Мушки плавают Какой-то мусор Вот это и есть начальная стадия катараппы Это и есть первый свисток С того самого слепого света Они могут и 10, и 15 лет Эти мушки плавать А потом в один прекрасный момент Пеленой вдруг схватывается Туман в глазах И, как говорится, жди, пока созреет Готовь деньги на операцию Несколько слов о медицине Метод Бейца Метод не медицинский Это метод психолого-педагогический И во всем мире методом Бейца Занимаются не врачи-офтальмологи А занимаются педагоги и психологи Потому что в этом методе Никого не надо лечить Здесь надо человека научить Научить снять очки Научить расслабить мышцы Научить натренировать мышцы То есть нужен грамотный педагог-инструктор И отношение у врачей-офтальмологов К этой методике двояло Вот доцент моей кафедры Евгений Михайлович Малышев Дал рекламу Овосстановление зрения В городе Томске И на первое занятие В кинотеатр пришла Главный офтальмолог области Она пришла с гневной Благороднейшей целью Разоблачить очередного Завершего шарлота Но пришла она в очках Он рассказал, показал упражнения Она после упражнений Своими глазами на строчку Стала лучше видеть Ее это настолько поразило Она первой записалась на курсы Отходила, сняла очки Восстановила зрение Сейчас самый ярый пропагандист Этой методики Вот это врач-офтальмолог Она сама подобных курсов Вести не может Ну нет у нее этого Педагогического таланта Но всем друзьям и знакомым Она говорит одно и то же Если хоть немного масла В голове осталось Идите на курсы Идите занимайтесь Идите сами Восстанавливайте свое зрение Вот когда уже обменетесь в конец Вот тогда приходите к нам врачам Будем вам глаза врезать Операции от вас никуда далеко не уйдут Несколько слов о детях Шесть лет назад я ездил в Таиланд Знакомился с тайской медициной Мы жили в отеле А внизу напротив школы Я как специалист обратил внимание У них в школе нет детей в очках Вообще нет детей в очках Я поинтересовался в чем дело И выяснил следующее Оказывается в Таиланде Вот вы только представьте Где он этот Таиланд-то находится Каждое утро Вся школа выстраивается у них в линейку Поднимают флаг Таиланда Хором все поют гимн своему королю Рани девятого Которого кстати очень любят А потом пять минут Вся школа делает гимнастику Для глаз по методу профессора Бейца Ну всего-то ничего Пять минут в день А результат просто поразительный Я когда вернулся из Таиланда Мы на кафедре Серьезно занялись изучением Детских расстройств зрения И выяснили следующее Типичная ситуация Четвертый класс Четвертый класс Тридцать учеников И вдруг у двоих из тридцати Начинает катастрофический падать зрение Родители за рукав Вином врача Те говорят А это от нагрузки Стоп Какая нагрузка При чем тут нагрузка А почему в двадцати восемь не падает зрение Почему только у этих двух-то падает У этих-то У остальных нагрузка же одинаковая Мы начали изучать этот вопрос и выяснили Оказывается медикам Это явление давным-давно известно Называется оно Акселерация роста Медики знают слово акселерация Ребенок за лето подрос на 15 см Кости выросли А сосуды не успели вырасти Сосуды вытянулись Просвет уменьшился У ребенка головные боли Обмороки Плохо соображают А это акселерация Крутите головой Делайте гимнастику Все пройдет Оказывается точно такая же акселерация Связана у детей с глазами Смотрите У ребенка в 10 лет Вдруг начинает ускоренно расти глазное яблоко А поперечные мышцы Вроде не отстают А глаз растет А вверх и вниз А не дают ему расти Куда будет глаз расти? Он начнет вытягиваться А это что? А это прогрессирующая пизору Но если ребенку в этот момент повесят на нос очки Все Глаз у него будет искалечен на всю жизнь Дальше он уже будет расти Как огурец в бутылке Под вот эти самые очки Что делать? Никаких очков детям Я хочу на всех углах написать Никаких очков детям Вешать детям очки Это преступление врачей На глазах Я вырос в деревне В нашей школе было более 100 учеников Ну, кстати, тише Ни одного не было очкарика у нас в школе Вообще не было ни одного очкарика Я думаю, если бы кто-то был Мы его просто заклевали Да, кто-то видел хуже Кто-то видел лучше Те, кто хуже сажали на первую парту Кто лучше назад Но все выросли Все в армию сходили Все Понимаете, у всех Зрение-то у всех нормальное А знаете почему? Потому что в округе 300 километров В нашей деревне Не было ни одного врача-офтальмолога Который бы приехал И детям бы эти очки пододевал Понимаете? Не было ни одного Все нормально Что делать? Никаких очков Срочно с ребенком надо начать заниматься Дать стимул роста этим поперечным мышцам Все у него нормализуется Все это у него временно Все оно пройдет Реже отстают в росте продольные мышцы глаз Реже Глаз начинает расти А продольные мышцы не растут Глаз упирается с задней стенкой в глазницу И продолжает расти А вперед им расти они не дают Куда он будет расти? Он начнет вот так растекаться сверху вниз Вот таким вот образом А это что? А это прогрессирующая дальнозорность Вы, наверное, видели этих несчастных детей У которых вот такие толстенные линзы на глазах А под ними еще вот такие огромные глаза Это вот тот самый случай Что делать? Никаких очков детям Ни в коем случае Срочно с ребенком для профилактики даже Начать заниматься Все у него нормализуется Все у него будет прекрасно Несколько слов о вопросах Я когда первый раз приехал в Москву 15 лет назад Меня там, естественно, никто не знал Мы дали очень неудачную рекламу По радио «Эхо Москвы» И на первое занятие В кинотеатре «Шкабар» Пришло 1200 человек Я когда зашел Увидел такую махину народа Аж поначалу оробел Ну думаю, ладно, первый раз в столице выступаю Взял себя в руки Вы знаете, какой-то холодок Недоверие ощутил Даже пренебрежение Что ты тут какой-то профессор из Сибири приехал У нас академиков Крут-прутни А у нас профессор приехал Глаза открывали Ну я рассказал, показал упражнения Один барин сидит и с места кричит Так это что? Эти упражнения мне теперь всю жизнь что ли делали? А я его возьми и неосторожно спроси Я говорю, а вы умываетесь? Он говорит, умываюсь Я говорю, а сколько вы еще собираетесь умываться? Два-три дня и хватит Это ж с ума сойти Вот этот человек всю жизнь собирается умываться Он говорит, не понял юмора Я говорю, ну вы в баню ходите? Он говорит, хожу, когда? По субботам, сколько? Часа четыре Я говорю, да пора прекращать Вот этот человек каждую субботу Четыре часа тратит, в баню ходит И тут до него наконец дошло Что в глаза? Ну это ж такой же воду Как наши зубы, которые чистят Волосы, за которыми ухаживают Тело, которое моют Ну опустишь на самотек, ну и получишь то, что получишь Но самое любопытное, что когда человек вот так ударными методами В течение нескольких недель восстанавливает зрение Потом ему, чтобы поддерживать прекрасное зрение Время специально выделять не приходится Ну стоишь на остановке, ну нечего делать Ну поделыв упражнения с глазами В транспорте едешь, нечего делать Поделыв упражнения с глазами А этого, как выясняется, вот так вот хватает Чтобы всю жизнь потом иметь это прекрасное зрение Мы сейчас с вами поступим следующим образом Мы сейчас проверим зрение Потом я покажу упражнения, чтобы вы убедились, что это не пустые разговоры Ну а потом расскажу, как мы будем заниматься Как говорится, что почем Я попрошу всех, у кого в кармане есть очки Нацепите себе на глаза очки Все, у кого в кармане есть очки Достаньте и нацепите их себе на нос Нацепите себе на нос очки Да, да, вот я говорю Все, у кого в кармане есть очки Достаньте и нацепите себе их на нос Все, я посмотрю, какая здесь промышленность, очковая, как она тут у вас работает. Так, нацепите на нос, нацепите. Еще раз говорю, нацепите на нос, я же не спрашиваю, читаете, вы не читаете. А сейчас внимание, кто в очках только в очках читает? Кто? Вы, да? Вот как раз сквозь свои очки, посмотрите в мою сторону, сквозь очки. Если вы меня видите, а вы меня уже видите в очках, дело уже плохо. У вас уже начинает осложняться дальнозоркость, начинает развиваться так называемая гиперметропия класса. Если срочно не заняться, скоро врачи вам пропишут очки для телевизора и пропишут очки для хождения по морозным улицам города Риги. Если в тех очках, в которых человек считает, дальше метро все расплывается, прекрасно. Чистая дальнозоркость, дальше из ней занятия уходят и уходят на совсем. А сейчас все со своего места, сквозь свои очки, посмотрите на табличку. Щуриться не надо, глаза спокойно открыты. Посмотрите, какую вы видите строчку со своего места. Что значит вижу строчку? Это значит, я в этой строчке могу назвать все буквы. А то один, вижу там, букашки какие. Сверху вниз идет, шедевая, верхняя строчка, линия, вниз. Посмотрели. В очках? В очках, сквозь очки, да. Сквозь очки, посмотрите. А вы слышали? Что? Нет. Ну я говорю, вот сквозь них, посмотрите. Вы бы из них увидели что-то? Запомните. Я еще раз говорю. Надели сквозь очки и посмотрели сквозь очки. Запомнили. А сейчас сняли очки и посмотрели без очков. Щуриться не надо. Посмотрели, какую видите строчку. Ну судя там по улыбкам сзади. Распространенный ответ, не вижу ничего. Ответ хороший. Будете заниматься, сможете видеть без очков, так же, как в очках и даже лучше. Это действительно совершенно реальная возможность, реальный результат. Ну ладно. А сейчас я вам покажу несколько упражнений на расслабление и тренировку глазодвигательных мышц. Внимание. Внимание. Первое упражнение, которое мы с вами разочеком, называется... Ну что же. У нас же в ней была. Я бы очков лучше видела. Конечно. Хорошо. Что видели лучше. Так. Первое упражнение, которое мы с вами разучили, называется пальнинг. От английского слова паль, ладонь. Все мы знаем, что наши ладони обладают каким-то неизвестным наукой, но очень вселенными случаями. И человек сам себя своими ладонями постоянно непроизбольно лечит. Особенно дети. У детей еще инстинкты не затерлись, инстинкты. Ребенок постоянно, ой, животик болит, ой, голов, ой, зуб, ой, ушко болит. И все норовит больному месту ладошки поднести. Оказывается, своими ладонями можно оказать существенную помощь своим усталым, а у кого-то и больным глазам. Как делается пальчик? Вот так сложите ладошки, как будто вы хотите птичек напоить. Ну-ка. Пальчики в месте, чтобы вода не пробилась. Не надо заглублять. Ну, телят напоите. Чтобы птичек напоить. Прямые ладошки. А теперь смотрите, ладонями к себе я беру пальцы одной руки, полностью перекрывая пальцы другой руки. Пальцами одной, перекрывая пальцы другой, чтобы получилось не по крыше. Ну-ка, подняли перси. Под прямым углом. Не так и не так, а вот прямой угол, чтобы было. А теперь вот эту конструкцию из ладоней. Вы себе наденете на глаза в несколько очков таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру губа, нос торчал между основаниями мизинцев, между ладонями, а глаза ваши попали бы точно в центр в яблочке ладоней. Ну-ка, надели себе на глаза. Надели. Так, очки сняли, конечно. Что же на очки-то надевать? Так, надели. Держим, держим. Держим ладошки на глаза. Обратите внимание, чтобы у вас обязательно между ладонями торчал нос. Для этого, может быть, кому-то чуть-чуть повыше на лоб приподнять ладошки, чтобы нос торчал, и чтобы нос дышал, а тут синий стал. Не надо его зажимать, он должен спокойно торчать, спокойно дышать. А теперь все под ладонями. Откройте глаза под ладонями. И так прижмите ладони к щекам, к носу, чтобы у вас глаза были открыты, а свет на глаза не попадал, чтобы щели не было. Вот это упражнение называется пальминг. С научной точки зрения это биофорез глаз. Это прогревание глаз теплом собственных ладоней. Сняли. А сейчас я покажу, как это упражнение надо делать классически. Потерли друг от друга ладошки до тепла. Сложили ладошки домиком, надели себя на глаза, глаза закрыли ладошки, прижали к щекам. Сами подвинулись на краешек стула и локти поставили на спинку впереди стоящего кресла. Локти поставили. На краешек стула все подвиньтесь, чтобы вам удобнее было, а то не перетянутся прямо туда. Чтобы удобно было. Вот это упражнение называется пальминг. С этой минуты, всякий раз, когда вы читаете, пишете, смотрите телевизор, работаете на компьютере, как только почувствовали усталость, утомление глаз, надо все отложить в сторону, потерять руки до тепла и сделать пальминг. 3-5 минут. Через 5 минут, когда вы откроете глаза, вы сами ахнете, насколько ваши глазки хорошо отдохнут и будут готовы к дальнейшей плодотворной зрительной работе. Сняли ладошки? Сняли. А сейчас я вам покажу несколько упражнений на тренировку глазодвигательных мышц расслабления. Внимание, внимание. Под пальмингом можно просидеть целый день, это не опасно, это полезно. Чем больше, тем лучше. А вот ту гимнастику для глаз, которую я вам сейчас покажу, ее много делать нельзя. Если вы ее сделаете много, у вас заболят глаза, вы проклянете все на свете и никогда этим больше заниматься не будете. Поэтому эту гимнастику можно делать только 3 раза в день. Перед завтраком, перед обедом и перед ужином. И не более того, сколько я вам покажу. Кроме того, эту гимнастику нельзя делать людям полгода после операции на глазах. Были операции, надо полгода подождать, пусть все подживет, потом потихоньку можно начинать делать эту гимнастику. И эту гимнастику нельзя делать людям, у которых отсвоена сетчатка глаз. Если сетчатка отсвоена, это обычно бывает при очень сильном безорукости. Деваться некуда, надо идти к врачам. Сейчас есть методики лазерные, приваривают сетчатку. Потом надо полгода подождать, чтобы она прижилась, а потом потихоньку начинать делать эти упражнения. Еще вопрос. Кто из присутствующих в контактных лицах? Поднимите руки, пожалуйста. Раз-два, да? Ну, сегодня вы сделаете упражнения в линзах контактных. Но если будете ходить на занятия, вам придется контактные лица снять навсегда. Временно достать свои старые очки, в них 5-6 дней походите, потом их тоже снимите. Потому что много делать упражнений в контактных линзах, это будет раздражение слизистой оболочки глаз. Итак, все упражнения делаются без очков. При этом лицо неподвижное, работают только одни глаза. Резких движений глазами делать нельзя. Все сняли очки. Все сняли, даже кто ничего не видит, все равно сняли очки. Все посмотрели в мою сторону, на мой звук, на мой голос, если не видите меня. И все быстро-быстро, легко поморгали глазами. Ну как? Поморгали, 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 вот как бабочка крылышками. Ляк, 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 лягкое, быстрое моргание расслабляет мышцы глаз. В народе давно замечено. Плохо видишь, провокайся. Поморгал действительно после моргания, человек выглядит лучше. Итак, первое упражнение. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, поморгали, поморгали. Сказили вправо, влево, вправо, влево, поморгали, поморгали. Диагонали, подняли глазки вправо, вверх, потом лево, вниз, право, вверх, лево, вниз, поморгали. Обратная диагональ, лево, вверх, право, вниз, лево, вверх, право, вниз, поморгали, поморгали. Прямоугольник рисуем глазами. Подняли глазки наверх, в верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю, вверх, поморгали. В обратную сторону прямоугольник, верхнюю, боковую вниз, нижнюю вверх. Поморгали, поморгали. Циферблат. Представьте огромные часы, там где стрелки начинаются переносица, и мы по кругу оглядываем цифры этого циферблата часов. Подняли глазки на 12 часов и пошли по кругу. 3 часа 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. Поморгали, против часовой 12, 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12, поморгали. И, наконец, змейка. Глазки в сторону и глазами рисуем змейку-синузоиду с хвоста. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и голова. Назад. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и хвост. Поморгали, поморгали, поморгали. А сейчас я вам покажу еще одно важное упражнение, которое называется соляризация глаз на свече. Это упражнение есть на действительно моем. Оно написано в книгах, пугаться его не надо. Упражнение простое, хорошее, эффективное. Соляризация глаз на свече. Как оно делается? Представьте, что два ваших глаза, это два прожектора. Два ваших глаза, это два прожектора. И они все время смотрят вдоль носа. Все время смотрят вдоль носа. И вот смотрите, вы вместе со мной взяли и повернули голову, лицо, глаза направо. И вдоль носа глаза смотрят на правую стену. Все повернули голову. А потом все быстро голову, лицо, глаза повернули налево. Повернули направо, повернули налево, повернули направо, повернули налево. На свечку не обращаем никакого внимания. Когда мы будем смотреть направо, мы будем чувствовать, что свеча где-то слева горит. Потом она раз перед глазами пролетела, и вот мы уже смотрим налево и чувствуем, что свеча горит справа. Опять все посмотрели на свечку, поморкали, поморкали, поморкали. И давайте еще раз. Про свечку забыли и пошли. Повернули голову, лицо глазами. И направо, повернули налево, повернули направо, налево, направо и налево. Направо, налево, направо, налево. Вот сейчас, когда я потушу свет, с этого упражнения мы с вами и начнем делать упражнение в темноте. Мы и начнем делать в темноте. Так, 14. Дай фонарик. Итак, все посмотрели, но видим намного хуже, конечно. Все посмотрели на свечку, поморгали, поморгали, поморгали и пошли. Повернули голову, лицо, глаза налево, направо, повернули налево, повернули направо, налево, направо, налево, направо и налево. Направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо и налево. Направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо и налево. А сейчас все потерли руки до тепла и сделали пальминг. Все потерли руки до тепла, сложили ладошки домиком, надели себя на глаза, глаза закрыли, локти поставили на спинку впереди стоящего кресла. Либо на колени себе, либо прижали к руке, только чтобы локти были не на весу. Итак, глазки все закрыли, успокоились, расслабились, начинаем наш вечерний пальминг. Начинаем расслабление мышц наших глаз. Наши глазки хорошие, наши глазки отдыхают. Будем заниматься, с каждым днем наши глазки будут видеть все лучше и лучше. Мышцы наших глаз расслабляются. И вот сейчас близорукие представляют, как у них расслабляются поперечные мышцы глаз. Как у них глазки снова становятся крупными, шарими, как они будут прекрасно видеть вдаль, безо всяких очков. А дальнозоркие представляют, как у них расслабляются продольные мышцы глаз. Как они позволят нашим глазкам легко-легко вытягиваться вперед огурчиком и прекрасно видеть вблизи, безо всяких очков. Расслабляется сетчатка наших глаз. Расслабляются сетчатительные клетки, полочки, палочки. Расслабляются клетки зрительного нерва. Расслабляются клетки зрительного анализатора в головном мозге. Весь наш зрительный тракт. Расслаблен. А сейчас у всех глаза закрыты, ладошки на носу, все под ладошками открыли глаза. Под ладошками открыли глаза, поморгали, поморгали, поморгали. И давайте под ладошками, под пальминком сделаем гимнастику для глаз. Поморгали, поморгали, подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали, поморгали. Скосили вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Поморгали, поморгали, поморгали. Диагонали подняли вправо вверх, потом лево-низ, право-верх, лево-низ, право-верх, лево-низ, поморгали-поморгали. Обратная диагональ, лево-верх, право-низ, лево-верх, право-низ, лево-верх, право-низ, поморгали-поморгали-поморгали. Прямоугольник рисуем глазами, подняли глазки наверх, верхнюю сторону, боковую вниз, нижнюю вверх. Вверх, вниз, нижнюю, вверх. Вверх, вниз, нижнюю, вверх. Поморгали, поморгали, поморгали. В обратную сторону прямоугольник. Верхнюю, боковую вниз, нижнюю, вверх. Вверх, вниз, нижнюю, вверх. Вверх, вниз, вверх. Поморгали, поморгали. Циферблат. Подняли глазки на 12 часов и по кругу. 3 часа 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Поморгали, поморгали. Против часовой 12. 9, 6, 3, 12. 9, 6, 3, 12. 12, 9, 6, 3, 12. Поморгали, поморгали. И, наконец, змейка. Глазки в сторону и начинаем с хвоста рисовать змейку. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и голова. Назад. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх и хвост. Поморгали, поморгали. А сейчас глазки все закрыли. У всех глаза закрыты. Ладошки на носу. Продолжаем наш пальминг. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Для того, чтобы лучше и быстрее расслабить зрение, Пейц под пальмингом придумал очень важное упражнение, которое я назвал «Приятное воспоминание». Всякий раз, делая пальминг, надо думать о добром, хорошем, приятном. Вспомнить приятную встречу, приятное путешествие, приятный отдых. Приятное воспоминание расслабляет психику мышцы, мышцы лица и мышцы глаз. А расслабление – это основа метода Пейца. Расслабление. А уже потом идет тренировка ослабленных глазопыгательных мышц. А сейчас запоминайте выход из пальминга. У всех глаза закрыты. Ладошки на носу. Сели все прямо. Все под ладонями глазки слегка зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить, зажмурить, ослабить. У всех глаза закрыты. Ладони сняли с лица. И все с закрытыми глазами помотали головой. Вверх, вниз. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Пошевели головой. Затекла шея. Не очень удобная поза. А сейчас все, как дети, кулачками глазки протерли, промокнули, вздохнули, выдохнули. И открываем глаза. Быстро-быстро моргаем. Поморгали, 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 поморгали. И посмотрели друг на друга. Посмотрели на зал. Посмотрели на меня. Обратите внимание, как у вас после упражнений обострилось зрение в темноте. Видите меня? Дело в том, что вы насытили кислородом, питательными веществами, зрительные палочки сетчатки глаз. А вот эти зрительные палочки как раз и отвечают за вот это вот сумеречное восприятие. Запоминайте это. Опять потерли руки до тепла. Потерли руки до тепла. Сложили ладошки домиком. Надели себя на глаза. Глаза закрыли. Локти поставили на спинку кресла. Продолжаем наш паллик. Продолжаем расслабление мышц наших глаз. Всякий раз, когда вы будете делать паллик, обратите внимание. Первый момент у вас перед глазами будет маячить остаточные световые образы. Минуты полторы маячат телевизор. Кусок окна, лампочка, свечка. Это говорит о том, что у вас перевозбужден зрительный тракт. Свет на глаза не попадает, а нам кажется, что мы что-то видим. И вот, чтобы убрать эти остаточные световые образы, Гейтс под пальмингом придумал еще одно очень важное упражнение, которое назвал «Представление черного». Всякий раз, когда вы делаете пальминг, а перед закрытыми глазами что-то светится, Надо представить черный и бархатный задум в театре. Он такой черный-черный, темный-темный. И вот гаснет свет, а он все чернее, темнее. Весь наш зрительный тракт расслабляется. Ну и второе упражнение под пальмингом – это приятное воспоминание. Всякий раз, делая пальминг, думайте о добром, хорошем, приятном. Итак, все думают о добром, хорошем, приятном. Я включаю свет, у всех глаза закрыты. И так думаем о добром, хорошем, приятном. Обычно пальминг делается где-то 5-4-3-5 минут. Остыли вы, да? Ну, сейчас посидим немножко под пальмингом. Подумаем, вспомним о добром, хорошем, приятном часе. Лампы нагреются, включатся. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 их снять, кружится голова, иногда подташнивает, нарушается кровоснабжение. А нарушенное кровоснабжение глаз – это прямой путь к болезням глаз, той же глоукомика, таракки, дискофии и сетчатки, которая сейчас в Москве и в Санкт-Петербурге просто выкашивает старшее поколение. Кстати, старшее поколение в столицах расплачивается глазами за черно-белый телевизор, который когда-то пришел в нашу жизнь. Что будет с нашими детьми и внуками, одному Богу известно. Я два года назад два раза по месяцу был в Америке, разговаривал с их специалистами, они дают такую оценку. За 20-й век зрительная нагрузка среднего американца выросла в 20 раз. За 100 лет в 20 раз выросла нагрузка на глаза. Наши предки в основном смотрели вдаль, как поля цветут, стада пасутся. У них все время были расслаблены мышцы глаз. А наши дети сейчас 90% времени вынуждены смотреть вблизи. Учеба, книги, компьютер, телевизор, мелкие игры, это СНС не поделите идиотски. А глаза-то ведь они же не приспособлены смотреть вблизи. Глазам надо вдаль смотреть. И если глазам не помочь, то дело может закончиться очень быстро и очень печально. И всякий раз, когда я читаю подобные публичные лекции, я всегда в заключении говорю. Люди, можете не делать утреннюю гимнастику. Ради Бога. Вы и без гимнастики все проживете и долго и счастливо. Можете зубы по утрам не чистить, плент обедом. И без зубов сейчас человек может прожить и долго и счастливо. Но если человек потеряет зрение, он в одночасье в жизни вдруг теряет практически все. И вы знаете, за эти 19 лет столько передо мной провели слепых людей с белой палочкой. Доктор, помогите, как помочь? Три года глаза уже солнце не видят, ну как помочь? Я же Иисус Христос, я же новые глаза человеку поставить не могу. Поэтому запомните, очки это тупик. Это тупик, который ведет к еще более сильным очкам в конце концов болезни. Глаз в конце концов может довести до слепоты. Контактные линзы это еще более страшный тупик и капкан. Это очки, наклеенные на глаза. Как выяснилось, за счет раздражения слизистой оболочки глаз провоцируют ранее катарат. Операция это не панацея. Это попытка хоть немножко затормозить эту слепоту, дать хоть чуть-чуть еще по глазам что-то посмотреть. Поэтому, если вы хотите сохранить зрение себе, родным, близким, детям, вы должны запомнить и выполнять простейшую гигиену класса, как ее сейчас называют, гигиену класса от профессора Штана. Она включает в себя всего три пункта. Первый пункт. Устали глаза, не мучай дальше. Отложи все в сторону, подри руки до тепла, сделай парень. Через пять минут глаза отдохнут, и будут готовы к дальнейшей плодотворной зрительной работе. Второй принцип гигиенный класс. Три раза в день, перед завтраком, обедом, ужином, сделай простейшую гимнастику для глаз. Вот эти шесть упражнений. Вверх-вниз, право-лево, диагонали, прямоугольник, циферблаты, змейка. И третий принцип гигиены класса, запомните, очки это кандалы для глаз. И чем меньше их на глазах носить, тем для глаз будет лучше. Можно не носить совсем, не носите совсем. Если нельзя без очков, наденьте более слабые очки, потому что под более слабыми очками вы хоть немножко заставите мышцы отрабатывать эту слабину. Если вы будете выполнять вот эту гигиену класс три гунда, вы сами увидите, что зрение у вас не только дальше не будет портиться, оно у вас наверняка застабилизируется и даже потихоньку-потихоньку начнет улучшаться. Ну а если кто-то хочет существенно ускорить этот процесс, ну и под руководством не буду уж лукавить одного из лучших специалистов этой области в России, а как выяснилось и во всем мире. Кстати, меня, как руководителя большого авторского коллектива кафедры, который разрабатывал эту методику, две тысячи восьмом году наградили золотой медалью Ильи Мечникова за вклад укрепления здоровья нации. А в 2009 году пригласили в Германию, наградили международной золотой медалью Пауля Эрлиха за вклад в развитие профилактической медицины. Очень большое признание методика получила. Я за последние пятнадцать лет весь мир отмерял, весь мир. Всюду есть русские общины, интернет всем надо. Австралия, Америка, Азия, Европа. В Африке даже дважды приглашали, проводил эти занятия. Проводил эти занятия. Значит, что нужно нам для Ахтар? Мы будем, я буду проводить здесь у вас в Риге, неделю буду здесь жить. Мы будем проводить недельный курс. Недельный курс вечерами с шести до девяти вам скажут сейчас место, где будут проходить эти занятия, помещения. Не в этом, а в другом, рядом здесь оно будет. Вот. Этот шестидневный будет еще шесть дней. Ну с этим семь. Семидневный курс у нас. Вот такой. Значит, я вам сегодня показал всего десять процентов тех упражнений, которые мы разучиваем на курсе. Десять процентов. Сразу все показать нельзя, иначе вы без глаз отсюда уйдете. Вы каждый день новые, новые, разучивая, разучивая. В конце концов, люди набирают тот необходимый багаж упражнений, который именно им нужен для восстановления зрения. Что нужно для занятия? Первое. Нужно ваше желание поработать над собой. Вот вы сами себе должны сказать, я хочу вот эту неделю посвятить своему здоровью, зрению, освоить этот метод и получить прекрасный результат. Никто вас лечить не будет, поверьте. Вы сами будете работать и сами будете получать этот результат. Те, кто будет ходить нам на занятия, обязательно завтра купите себе толстую школьную тетрадь в клетку, общую тетрадь. Знаете, 96 листов. Потому что мы будем писать констерты. Многие вещи вы нигде не прочитаете. Просто я и даю. Это последние наши научные разработки в этом вопросе. И третье. Ну, 96 листов, может, потолще есть чуть-чуть. И третье. Те, кто будет к нам ходить, обязательно дома соберитесь, найдите свои старые очки. В пакет их соберите. Ну, какие найдут. Потому что уже на третьем занятии многим начнут очки резать глаза. Я подскажу, на них более слабые, еще более слабые. А на седьмой день занятий у нас практически 100%. Люди сами снимают очки. Я вот только что с Клайдиной приехал. Проводил курсы. У нас там группа была. 75 человек. Все 75 пришли в очках. В воскресенье вчера один всего в очках. И то два занятия пропустил. В общем, ну, как-то там по здоровью. Все на него тоже там посмотрели. Вроде что-то не то. Вот. Поэтому эти очки, в конце концов, тоже снимите. Занятия, которые мы проводим, платные. Одно из назначений платы, в том числе и психологическое. Составит людей работу. Наш народ, оказывается, за годы советской власти ненавистливей. Развращен бесплатными благами. Особенно бесплатной медициной. Бесплатно, значит, не обязательно. Хочешь ходить, хочешь опоздать. Хочешь, делай домашнее задание. А хочешь, его не делай. А задание-то надо делать. Вот. Что делаем? Нам говорят, платите степенью. Платите. Откуда? Возьмите с людей. Значит, вот сумму. Им жалко. Первые три дня жалко денег. Они работают. А уже на третий, четвертый день каждый видит результат, который дает. И разговоров об этом будет. Значит, стоимость всего этого курса для людей, работающих 90 латов. Правильно, латов? Я. Или лат? Лат? 90 лат. Вот. Для пенсионеров, студентов, школьников, льготная оплата 70 лат. Значит, завтра надо будет подойти с 5 до 6 часов, будет бухгалтер центра, центр рассвета или как он называется? Радуга. Радуга, да. Значит, будет там бухгалтер, надо прийти оформиться, заплатить, получить документацию нужную. И уже завтра мы будем работать. А, пара вторую очередь с собой. И завтра уже начнем работать, работать серьезно. Если кто-то сегодня не был, завтра можно подключиться. Ничего страшного. Первое занятие вводное. Кстати, многие из вас видели это занятие в интернете, но мы все равно его проводим, первое взводное занятие. И я скажу вот почему. Ну, во-первых, вы должны сами убедиться. Одно дело послушать, посмотреть какой-то бездушный телевизор, а другое дело реального опытного преподавателя. Это разный совершенно эффект. Второе. После окончания нашей сегодняшней встречи вы можете получить небольшую консультацию. Я вот туда вот с дороги отойду, можно прямо по очереди ко мне подходить, задать вопросы. Какие у вас проблемы, стоит ли, не стоит ли вам заниматься, на какой результат можете рассчитывать. Ну, и в третьих. Те, кто будет ходить и те, кто и не будет ходить. Я принес немножко из России природных препаратов, которые существенно ускоряют процесс восстановления зрения и закрепляют полученный результат. Можно будет кое-что приобрести. Приобрести диски у меня есть. Есть вот эти вот препараты, прополисы, черника. То есть это все можно будет взять сегодня, ну, привезти холодец, завтра тоже можно будет приобрести. Насчет этих препаратов скажу. Для того, чтобы ускорить процесс восстановления зрения, а что значит ускорить? Нам надо с вами очистить глаза, мышцы глаз жатчлаков. Вернуть мышцам работоспособность. Они у нас там заскорузли, чтобы они снова заработали. И для этого мы, для того, чтобы ускорить, применяем в первую очередь прополис. Прополис это пчелиное лекарство. Это самое целебное природное вещество. Как оно получается? Любая почка любого растения, прежде чем распуститься, на конце почки возникает капелька смолы. Эта смолка предохраняет новую жизнь от неблагоприятных внешних воздействий. И в этой смолке заключена огромная живительная сила. Пчелы это знают. Они забирают эту смолку, приносят гулей, перерабатывают и делают свое пчелиное лекарство прополиса. Это кладезь здоровья. Но прополис не растворяется в воде, это смолок. И во всех лечебниках написано, растворяйте спирт и растворяйте водки. У нас в институте органической химии в Академгородке взяли анализ прополиса и спиртовый настойки. Ах, ну блин. 60% самых вселебных веществ спирт убивает сразу. Просто скажем. Тогда они растворили прополис в оливковом маске, получилось. В сливочном получилось. И наконец удалось сделать экстракт прополиса на воде. Это очень сложная технология. Кстати, технология низкотемпературная. Имейте ввиду, что прополис и мед нельзя нагревать в высшем пятидесятике градусов. Или целенные свойства теряются. И они сделали экстракт прополиса на воде. Когда взяли анализ, выяснили, что специальная серебряно-шелкитовая минеральная вода 99,2% сохранились. 100%. Они начали этот прополис закапывать, извините, во все дырки человека. При закапывании в нос профилактика лечения носа клонки. В рот, в зубы, полость, старт, пищевод, желудочный кишечный тракт. В уши закапывать, отлично. По женской части орошение великолепно. Всякие ожоги, раздражения. Но особенно удивительный результат у нас получился 10 лет тому назад, когда мы впервые этот экстракт применили на курсах полостановления зрения. Прополис, как выяснилось, для нас обладает тревя уникальными свойствами. Один из самых мощных природных ассорбентов. Он лучше, чем алоэ, вытягивает из плеток и из органов на себя шлангерас. Второе. Прополис оказался уникальнейшим природным бактерицидом. Он убивает более 200 болезнетворных микробов и грибков, при этом не убивает ни одной полезной бактерии. И третье его свойство. При приеме внутрь и всасывании в кровь он оказался ночнейшим антисклеротическим препаратом. Прочищает микрокапилляры сосудов мозга, глаз, улучшает память. Как мы его применяем? За 30 минут до еды, утром и вечером, 10-12 капель выпить вот из этого большого финала 100-граммового. И под две капли закапать в каждый глаз, вот из этой маленького контейнера петельки. Здесь точно такой же прополис, но фильтровый, специальный для глаз. Причем щипит, пусть щипит, вот он со слезой всю гадость из глаз и тянет. Закапать надо так, оттянули века, каплю капнули, сразу защипало, пошла слеза, протерли, протерли. Первый, успокоился глаз, вторую каплю, это уже будет легче. И второй глаз. Выпили, закапали, потом надо полчаса подождать. За полчаса тот прополис, который вы проглотили, он всасывается в кровь. И вот эту активированную прополисом, голодную кровь, надо максимально нам прокачать через наши глаза. А для этого перед самой едой что надо сделать? Гимнастику, упражнения для глаз. Сверх-вниз, право-лево, диагонали, прямоугольные, цифровые платы, змеи. Результаты прекрасны. Прополис существенно ускоряет процесс очистки глаз, процесс восстановления зрения. Мы привезли, тоже можно его, так сказать, купить. Вот, цены, ну подойдете, узнаете цены, в общем, московские цены. Прополис этот стоит, сколько, 15? Большой, маленький 4, да? Вот, и второе, запомните еще. Самый оптимальный набор витаминов и микроэлементов для питания сепчатки глаз содержат ягоды черники. И когда будет черничный сезон, не пожалейте, по полстаканчика поешьте. На зиму насушите, варить не надо. Морозить ни в коем случае, мороженую чернику не покупайте. Единственная весная ягода при замораживании теряет вкус и теряет витамин. Сейчас много концентрированных черничных препаратов на рынке. Черника, черника форты, ну знаете, препараты неплохие. Но вот самый лучший препарат сделали по нашей разработке в городе Перги. Его назвали очень скромно черника. Это зерна перги, которые пропитаны из черничных экстрактов. Перга – это ценнейший пчелопродукт, намного ценнее и дороже меда. И вот эти зерна пропитаны, сделаны в виде дрожжей. Чайная ложечка этого дрожжа утром за полчаса до еды, вечером за полчаса до еды. Это полный набор витаминов и микроэлементов для питания сепчатки глаз. Сейчас уже овитаминоз начинается, все-таки уже ответы мы далеко ушли. Есть этот у нас, есть этот, эти черники немного тоже привезли. Вот этого комплекта, если его взять, а на курс надо один большой, два маленьких. Хватает человеку на полтора месяца, хватить пока. Это курс очистки глаз, очистки мышц, глаз от шлаков, вот с помощью этого пропулиса. Баночки, 300-граммовые черники, да, вот они. Их хватает месяца, наверное, на два с половиной, на три. То есть это дрожжи, по полчайной ложечки. Очень полезно едить, очень полезно. Я, у нас их выпускают в России, для России это импортная, через трест идёт. А у нас выпускают большие горошки. У меня внучкинка, в принципе, они покупают, они у меня вот эту вот чернику, дрожжи едят. И очень это полезно для детей. Так, есть ещё что? Есть ещё диск мой. Диск очень ценный. На нём двухчасовая лекция, водная, которую я прочитал в Москве. Ну, примерно тоже, что и вам, но чуть, может быть, побольше, тут разжёвано именно для того, чтобы это было на диске. Это девяти. Можно поставить и увидеть на экране всё это. Но на этом диске ещё записаны три книги. Три книги американские. Книга на русском языке американского профессора Бейтса на этом диске. Книга американского профессора Корбетт. И американский учебник полостановления зрения по этой методике. Там тоже много разных упражнений, дано и так далее. Вот. Но книги можно только на компьютере открыть. То есть открыть, считать, почитать и так далее. В диске тоже есть три лат. Три латы? Лат-лата. Лат-лата? Три латы. Три латы стоят тоже. Ну, заодно. Ну, вот, наверное, собственно говоря, и всё, что я хотел рассказать. Значит, адрес. Сейчас мы нап узнаем адрес, где будет завтра и дальше проходить занятия. Занятия, сейчас и секундочку. Так, адрес, где вы думаете, пойдите, а не видите, а не пойти и так далее. О, вы же знаете, да. И что, в руку? Так, витой туда. Занятия, спасибо. Да. Усепит? Да, звали. Позисит? Понял. Сейчас я не знаю. Эй, мы не варим. Да, я не варим. Да, я не варим. Семинар будет проходить на улице. Семинар будет проходить на Елизабету 45-47. Мы вам всем разговаривали. Сейчас он очень маленький. И это вход с улицы Ерунзо. Да, с алтарь семинара. Там вход будет именно с улицы Ерунзо, но где же Елизабетов, да, и в подвороте, не сразу налево, там, ну, найдете. Залтый семинар, да. Ну, и будем встречать, да. Да, кого-то поставить на нашу маму. Бахать к вам. Вот, все желающие, пожалуйста, кто хочет записаться, да, кто пойдет на семинар, пожалуйста, подойдите тогда, чтобы вам могли понимать. А, эти приглашения все вы раздали, да? Да. Вы возьмите еще, там, может, кому-то еще подскажете, кто интерес к этому имеет. Ну, вот, собственно, наверное, говоря и все, что я хотел вам сказать. Ну, а сейчас разрешите от вашего имени поблагодарить организаторов этой встречи, ну, наверное, и меня лично. Я надеюсь, за очень полезную и интересную информацию для вас. Пожелать вам прекрасного здоровья, отличного зрения. Приходите на курсы, не пожалеете. Вот я в Балтике уже не первый раз, в Вильнюсе, вот в Клайпике сейчас просто они меня уже... Уже вторую группу оставляли, говорят, если у вас в Риге не дай бог, то мы уже готовы тут вторую такую же группу сделать. Ну, а сейчас еще раз спасибо вам большое за внимание. Не знаю, как вам, мне сегодняшняя встреча понравилась. Спасибо, решение.